Айлин Лин. Авантюристка Кейт. На краю земли. Глава 1. Лето 1215 года. Море в моем сердце. Люблю море, оно всегда делится со мной своей силой, наполняет душу вдохновением и энергией. В нем я черпаю желание творить и достигать поставленных целей. Ничто меня так не манит, как его переменчивое настроение. Можно сказать, что сердце море и мое собственное бьются в унисон. И иметь возможность просыпаться и засыпать под его пение – великое счастье. Сегодня было особенное утро. Раннее, а того еще не душное и прохладное, оно укутало меня в свой тонкий шелковистый плед, поцеловало щеки и растворилось позади дурманящим шлейфом свободы. Доброе утро, Ваше Высочество. Услышала я позади себя звонкий голосок леди Генриетты. Девушка шустро выскочила следом за мной на широкое крыльцо дома. Генри на ходу плела косу, спеша успеть за мной. Утро доброе, Генри, улыбнулась я, как спалось. Просто прекрасно, благодарю, Ваше Высочество. Сегодня все по плану? Ничего не поменялось? Да, дорогая, все по плану, задумчиво прошептала я. Так, встряхнувшись, повела плечами, сбрасывая некую несвойственную мне задумчивость. Биг Бо, уже загрузил на Караку все необходимое для племени, живущего на соседнем острове, будем ждать его возвращения. Я отправляюсь в цех по производству стекла. У нас с Леди Кристиной много работы. Клик Нерона и Нора, эти двое сто процентов забыли, что должны ранним утром предстать перед моими очами. Лично от тебя жду к вечеру отчет, как идут дела по проведению канализации в общежитии и в школе, что там со стройкой мастерских. Да-да, Ваше Высочество. Я все подробно распишу, поговорю с людьми. Все сделаю в лучшем виде. Мы разошлись в разные стороны. Мой путь лежал в сторону моря, а Генри спешила вглубь поместья, туда, где ее ждала легкая двуколка, в которую уже наверняка впрягли спокойную кобылку. Все же моему личному секретарю сегодня предстоит впечатляющий променад по Большой площади. А я прогуляюсь пешочком. Цех по плавке стекла был построен неподалеку от Белоснежного пляжа. Песок с этого самого пляжа идеально подходил для моих целей. Стеклу и стеклянным изделием быть. Доброе утро, Ваше Высочество. Здоровались со мной жители полуострова, привыкшие вставать ни свет ни заря, и уже готовившие завтрак и все необходимое для работы на хлопковом поле. Я шла и всем улыбалась. Мне нравились эти бесхитростные трудолюбивые люди. Я уже влюбилась в огненную землю и даже стала привыкать к удушливому климату, царившему здесь. Войдя в цех, замерла ненадолго у порога, в который раз любуюсь большим светлым помещением с двумя огнеупорными печами по центру. Доброе утро, Ваше Высочество. Хором поздоровались со мной присутствующие. Кристина, запыхавшиеся близнецы Рон и Нор, явно бежали, чтобы прибыть на место раньше меня и Саманта. «Доброе, друзья. Как Вы? Готовы творить волшебство?» Хитро прищурилась я и предвкушающе потерла ладони. «Всегда готовы». Рявкнули парни и тут же разулыбались, забавно морщи веснушчатые лица. «Песок натаскали еще с вечера», — заговорил Рон, отличавшийся от брата, забавным торчащим хохолком, как у попугая кокоду. «Что же, приступим». Подмигнула я им, подходя к шкафу с рабочей одеждой. Интерлюдия. Герцог Франсуа Амальский, темнее грозовой тучи, сидел за своим широким столом и волком глядел на личного помощника, сэра Родерика Светлого. «Как моей дочери нет на тортусе?» «Прошу прощения, Ваша Светлость», — смело встретив взгляд своего повелителя, спокойно ответил Родерик. «Ищеек подключали?» Не мог поверить герцог. «Да, Ваша Светлость». Ее высочество пропало, словно испарилось. «Но мы будем продолжать ее искать, и непременно найдем. Где-нибудь, кто-нибудь непременно проговорится». «Будь добр, не появляйся, пока не отыщешь мою дочь». Зло рявкнул знатной вельможи Франкии, с чувством стукнув кулаком по гладкой отполированной столешнице. «Ты вообще понимаешь, какая кровь течет в ее жилах?» «Кем была ее мать?» «И какой выгодный брак, да что там?» «Свадьба столетия!» «Срывается!» «С наследником Византийского престола». Сэр Родерик, вежливо поклонившись, откланился, оставляя герцога в расстроенных чувствах. «Ваша Светлость», заговорил все это время, молча сидевший в одном из кресел, епископ Гюстав Пети, «вам нельзя так волноваться, берегите ваше сердце. Чтобы вас успокоить хоть немного, обещаю, что пошлю своих людей на поиски ее высочества. Мы никак не можем потерять такой шанс войти в дом императорской семьи Византии.